Параразби Где Лёха? Ну что ж, это добро пожаловать на шоу Параразби, новостное шоу, мы здесь обсуждаем новости. И у нас три участника в этот раз, потому что четвёртый остался, остался в России. И это сложно, потому что тот, который остался, был самый главный всегда. У него была самая важная роль, он отвечал за всю душную хуйню, которая есть в этом шоу. И без него сложно, это второй раз, когда мы без него записываем, сложно, потому что нам нужно эту душную хуйню на троих распределять. И мы учимся, то есть никто из нас не умеет начинать, никто из нас не умеет считать, никто из нас не умеет останавливать других. Поэтому может быть сложно. И я даже так предлагаю... Так, стоп! Ты будешь отвечать за остановку разгона. Да, опять КВН. Я предлагаю, знаете как, вот Лёха всегда начинал шоу и говорил, типа, всем привет, это шоу, вот всю хуйню. Он с 20-го раза у него получалось, кстати, ты помнишь? У нас с первого пока получалось. И я предлагаю, знаете как сделать, из-за того, что мы не пробовали никогда начинать и мы не знаем, у кого лучше получается, я предлагаю, чтобы мы сняли три версии. Давай. По очереди начало и лучшее войдет в финальный вариант. Хорошо, давай. Это твоя была сейчас версия. Да. Не, моя будет, я подготовил. Теперь давайте и драк. Так, всем привет, я приветствую вас на очередном криптофоруме. Я хотел бы поблагодарить наших сегодняшних лекторов Александр Иванович и Гарик Рафаэлович, Александр Иванович. Ты что, первый раз услышал? Я над своим посмеялся. Давно не слышал имя Иван в Грузии. Так, это крутое начало и драк, спасибо. Я думаю, его и вставим. Типа, прикинь, начало по ютубу. Давайте поаплодируем и драку за такое начало. Это было круто. Скажи про душноту еще раз. Я про душноту хотел сказать немного, что, ну не то чтобы мы имели в виду, что Леха прям, ну, плохой. Да. Ну, просто хотел уточнить этот момент. Но я и не сказала, что он плохой, я сказала, что он пиздец душный какой. Да, я взял на себя эту роль душноты и просто уточнил этот момент. Получается идеально, парни пока. Идеальный переговор, душный, вообще суперский. Давайте теперь, Гарик. А у меня будет интерактивное. Давай начало. Я не готовился. Что, похлопайте, русские. Мне не нравится. Подожди. Слишком, слишком много. Слишком хорошо, извините. Подожди, это мое начало. Хватит свою русофобию так быстро применять. Еще минуты не прошло, ты уже, блядь, человеку, блядь, в 2035 только вернется, блядь. Стало неконкортно просто. Так, поаплодируйте нерусские. Вау. Смотри. Они русские гордо вот так хлопают. Заметил, русские не один вот так хлопают. Русские вот так хлопают. За свободу. Так, они русские. Давайте уточним. Есть грузины в зале? Вот там целый уголок для грузов. Что-что? Армянец. Спасибо огромное. Я бы дошел до армян, если бы подождали. Если бы секунд десять подождали, я бы дошел. Зачем обязательно говорить? Брат, армянец. Прикинь, ты спрашиваешь, есть ли грузины в зале, и кто-то кричит, я латыш, если что, я из Латвии. Нет, только армяне могли вот так. Барьерико. 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 Ну все, прекратили. Подожди, прости. Подожди, это мое начало, подожди. Белорусы. Как вы сюда прилетели? Наверное, с помощью авиасервисов. Ты решил сразу снять эту проблему. Мне пришло срочное сообщение, что... Прилетело сообщение. Вот я хотел сказать, вот здорово, что вы все, кто из Армении, кто из Беларуси, кто из других стран прилетели сюда и нашли билеты, конечно же, в авиасейлс. Не только... Сейчас, наверное, не дешевые билеты, но зато... Да, и... Хотя бы есть. Авиасейлс – хоть какие-то билеты. Мы, как всегда, круто рекламируем. Авиасейлс. Ну, через нас... Самое большее количество слышали. Бля, сколько? Лёхи сейчас не хватает, потому что Лёха на этом этапе был бы в ярости. Он бы всех остановил, потому что ему не понравилось, как интеграцию записали. И дулся бы полчаса ещё. Сидел бы вот так. И дул. Дальше всё нормально, братанские. Я просто... Да-да-да, после записи сказал бы, ну да пиздец. Это круто. Это всё, что ты хотел сказать? Я пошёл просто. Давай, братан. У меня в пассанауре люля готова. Давай, даю на тебя пассанауре, начинай. Так, теперь моя версия. Всем привет, народ. Добро пожаловать на шоу «Пора разбить». Это наш выпуск из Тбилиси. И это шоу, где мы разбираемся, хорошее было изделие или плохое. Санёк. Хватит, хватит аплодировать. Это было отвратительно. Какая же Санёк, сука? Он придумал этот ход, он отрепетировал вот это. Let's get remember. Подставил нас, потому что мы не готовились. Ещё мне не понравилось, что он перед этим подошёл и сказал, и дрэк можешь хуёво начать специально. Да, ещё я на самом деле реально готовился. Я специально для этого два года хожу в актёрскую школу и тренирую конкретно вот эту фразу. Ну, у тебя получилось. Ну что ж, начинаем. Пора, раз и би. Мы начинаем. Я считаю, что нам нужно объяснить, немного ввести людей в контекст того, что происходит. Сто лари. Я уже слышал. Мы с вами слышали. Вчера. Вчера в кафе, когда пошли. Потому что мы проводим время вместе как друзья. Мы слышали от людей в кафе, что сто лари дорого. Что они хотели прийти, но дорого это. Сто лари. Знаешь, как я слышал это? Я попросил в одном месте кофе. И мне сказали, оно стоит сто лари. Будешь? И ты взял? Конечно. Мне это недорого. Я не знаю, что это. Теперь тогда, когда ты продал столько. Это недорого. Да, сто лари. Поаплодируйте, кто считает, что это дорого. Даже, ребят, ну не столько же. Мне теперь вообще неприятно перед вами выступать. Так, почти все похлопали, кстати, что много. А кто считает, что не много, что это нормально? Нормально. Наши люди. Армянин почему не хлопает армянин? Должно пойти. Так, а кто считает, что уже отбилось хотя бы 50? Блин. Вот их я люблю пипец. Спасибо шестерым. Да, и драк тоже заплатил за вход. Сто лари. А мы еще тоже молодцы. Мы в день независимости Грузии поставили, типа нашли день тоже. Да, поэтому... Во-первых, мы поздравляем. Сокартвелла Гамардаш. Сокартвелла Гамарджос. Пожалуйста, не нужно передразнивать Грузию. Знаете, что вот это... Это Саша улетает, нам тут жить еще. Саша улетает с помощью авиасейлс. Здесь, на самом деле, сегодня, правда, День независимости. Потрясающий праздник. Мы официально поздравляем грузинский народ с этим важным, потрясающим днем. Но перекрыт город весь. И я так понимаю, что все сюда добирались. Сначала до окраины города доходишь, и там вызываешь такси. Видимо, нет. Вообще не узнавашка получилась. Они все здесь и живут, чувак. Это конец нашего шоу. Это... Наше новое шоу «Сто Лари». Это... Комедия наблюдений никогда не была моей сильной стороной. Мое наблюдение. Хотите? Если хотите. Я, короче, сегодня пошел в центр. И... Города. Да. Я в центр города пошел. Угу. Устал уже. Устал рассказывать историю. Слишком много слов. Слишком много слов. Мы понимаем. Перед огнем. Короче, я попробую быстро сказать. Там... Я понял, что все проходит... Тут более цивильно все проходит, потому что... Ну, не так, как дни города, например, в России. О, началось. Ну, блин. Сейчас эти сравнения удачные. Сейчас время этих сравнений пришло. Я понял, что тут цивильно проходит. Ну, видимо, тут не напиваются жестко в празднике, потому что в центре везде продаются кинжалы. И я подумал... А можно я расскажу тоже, что я сегодня пошел, мне надо было сдать ПЦР-тест, и я решил пешком пойти. И я попал через самый центр, шел, где был парад, и там была сцена, и куча людей было, и в какой-то момент я тревогу начал испытывать, потому что я единственный не грузин там был. Сто лари. Саша, а вот это вот в тебе вот этот вот шовинизм, что ты людей разделяешь на... О, а вот этот вы слышали? На чистые матрасы и нет. А вот этот еще... Вот этот еще всегда... На самом деле, с праздником, серьезно, с праздником. Самое резкое поздравление. Я просто хочу сказать, что это, ну, на данный момент моя любимая страна, ну, я тут живу, и я бы хотел действительно искренне познать, мне очень нравится тут быть, и мне хочется... Я тут остаюсь, а вы уезжаете, и мне нужно... У меня много слов. На самом деле, я поздравляю, давайте поаплодируем. Я присоединяюсь, я присоединяюсь. Присоединяюсь, поздравляю. Что еще хотел сказать? Леша всегда вначале спрашивал, как у нас дела. Я могу... Хочешь, я расскажу, как у меня... Давайте мы расскажем так же, как у каждого из нас дела. Я могу рассказать, как у меня дела. Я тоже могу рассказать. На каменцы? Давай я расскажу. Давай. Я... Ко мне прилетела мама. Я, наконец, привез сюда маму. Ну, из-за того, что мы постоянно живем то в Беларуси, то в России, то... Ну, мы кочевники, мы то тут, то там живем. То все. И симки у нас то из России, то из Беларуси, то из Турции, если мы поехали. Много симок все время. И ты по-разному называешь номера телефонов. Я вчера был с другом из Украины, и мне звонит мама, и на экране надпись «Россия-мама». Потому что у меня так, ну, названа симка, и я отвечаю... И это из МФЦ звонят. Я так называю Россию. «Россия-мама». Я просто не успел переименовать в «Россия-агрессор». «Россия-агрессор», я отвечаю «Алло, мам, привет». Нет, у тебя записано «Россия-мама» в скобках «Не брать до 2035-го». Слушай, еще и Драк рассказал сегодня, и он тебе не рассказывал. Как он вам не рассказывал, как и Драк иногда гуляет... Он тебе рассказывал. И Драк иногда гуляет с мамой, его узнают. Да, короче, моя мама, ну, не до конца понимает, наверное, что меня могут узнавать. Хотя она смотрит все со мной по многу раз. Но при этом она же моя мама, она думает, что... Ну, типа, она моя мама, она меня смотрит поэтому, вы же не моя мама, чтобы смотреть видео со мной. И когда меня узнают при ней, мама всегда спрашивает, вот сколько бы раз не узнавали, мама всегда задает вопрос «Это кто?» Прямо когда фоткаются. А один раз... Ну, не один раз, а иногда, когда подходят, типа, поговорить, мама... Ну, мы с мамой гуляем, типа, это я с ней гуляю вначале авансом, чтобы она познакомилась с городом. Потом я собираюсь с ней гулять, потому что гулять с мамой, это стыдно, всем известно. Это полный отстой. Это полный отстой. Я катаюсь на скейте с друзьями, и они вообще чмырят меня жестко. Ой, и Драк с мамой пришел, посмотрите на Идрака. Ну, хватит, ребят. А вон моя тёлка. И там такая черлидерша такая. Да. И вот иногда мама говорит «Позови своего друга с нами, просто погулять по городу». То есть мама не понимает, что, ну, будет странно. Ну, типа, человек такой «Привет, блин, круто, спасибо», там, или «Давай сфоткаемся». И потом «Пошли со мной и с мамой, походим по торговому центру». Да, и вы в итоге змейка, вы собираете людей до конца, знаешь, типа, пока... Расскажи ты, как у тебя дела. Блядь, расскажи, пожалуйста. Не смей только про маму. Расскажи, пожалуйста. Расскажи, как ты ездил в Армению недавно. Ты знаешь это? Ты слышал эту историю? Это просто лучшая история в мире. Я, короче, решил... Я очень часто мотаюсь из Армении в Грузию. А, вот, я не в того тыкал всё это время. Извини, пожалуйста, чувак, снизу. Я часто мотаюсь из Армении в Грузию. Недавно мне нужно было утром быть в Ереване. И я поэтому ночью вызвал такси до Еревана. Ну, кто-нибудь ездил на такси, вот, на прямом такси? Вы ездили, да, на такси? А вы просто на Яндексе ездили? Нет. Брат, брат. Спасибо большое. Мимо-мимо. Друг, брат, брат. Нет, я имею в виду вот просто вызвать Яндекс такси. Я вызываю Яндекс такси. Но ты не пользуешься здесь Яндексом принципиально. Да, Яндекс хуйня полная. Да. Но я вызвал просто такси. Ну, условно. И там написано, типа… Ты вызвал такси из Тбилиси в Ереван. Да, я вызвал такси. Я подумал, ночь, и у меня единственный вариант – это такси. Любое. Неважно, какое. Только не Яндекс, блядь. Вот. И я смотрю, типа, до Еревана, до моего дома, 212 лари. Я думаю, ну, не так и дорого. И два раза на пару раз сходить. Вот. И еще в Спар через дорогу зайти купить себе Кока-Колу. И я вызываю такси. И за мной сначала едет чувак с рейтингом 4,63. Я такой, не, не, нахуй. Что за чудовище едет со мной? Как можно себе 4,63 рейтинг сделать? Он пешком идет за мной. Шоу такси на ТНТ в перчатках. Ты помнишь рингтон оттуда? Да. Я тоже. Вот. Я смотрю 4,63, и мне все вокруг такие, отменяй, отменяй, ты 5 часов будешь с чуваком с рейтингом 4,63. Я такой, да, да, отменяю, отменяю. И я отменяю, и вызываю следующее такси. И со мной приезжает, внимание, внутряк, не Prius, приколите. И такое бывает. И такое бывает. Я такой, чё? Я вообще не понимаю, зачем тут комфорт, эконом и бизнес, когда можно делать просто Prius и не Prius. И когда ты вызываешь не Prius, там написано, нет машин, вы чё, с ума сошли? Тут нет, нет не Prius. И я вызываю, и за мной второй приезжает, 4,98 или 9 рейтинг, Роман, и у него Camry. И я такой, идеально. Я 5 часов буду с чуваком, и я вот так сажусь в такси, мне 5 часов ехать в Ереван. И едет такси. И мы молча минут 40 едем, уже минут 20 до границы. И я говорю… Вы уже отъехали далеко от Тбилиси. Да. И я ему что-то начинаю говорить по-русски. И он такой, говорит, я плохо понимаю. Я говорю, окей. И я ему говорю, по-русски продолжаю всё равно. Я говорю, а вы хоть раз вообще ездили за границу? Он такой, нет, это мой первый раз. И я такой, так… А мы уже далеко отъехали. И я такой, так… Я говорю, а у вас есть вакцина или ПЦР? Он такой, я вообще против вакцин в целом. Вакцины не нужны вообще в целом. Вакцины не нужны. А мы уже далеко отъехали. И я такой, ты сейчас нет вакцины? Он такой, нет, конечно, нет у меня вакцины. Я говорю, так мы не проедем, если вы не вакцинированы. А ПЦР он тебе спасает? Я говорю, вы не проедете, если не вакцинированы. Он такой, я договорюсь вот так рукой. Я говорю, а ПЦР у вас есть? Я говорю, нет, конечно, какие ПЦР? И он едет дальше. Я думаю, так, интересно вообще. И мы вот так, значит, останавливаемся на границе. Я вот так иду, говорю, вам туда проезжать, а я сейчас обойду через пешеходную. Я вот так подхожу к женщине, я там уже как свой, я 20 раз ездил, даю ей загран и смотрю сзади, он бежит что-то ко мне. Я думаю, что ты бежишь со мной. И он подходит к этой девушке. И знаете, грузинский язык, когда ты просто общаешься, кажется, что ругаешься. И он начинает с моей вот этой женщиной. И он с моей женщиной ругается. Просто ругаться. И она просто вот такие, я понимаю только по жестам. Он ей что-то говорит, и она такая, ну типа, ну нет. И он такой, нет. И он уходит куда-то. И я ей говорю, она на русском, понимаете, я говорю, а я, что вообще происходит? Она говорит, так это даже машина, не его. Он вообще не проедет. Я говорю, в смысле машина не его? Она говорит, это машина его брата, там таможня, там нужно документы на машину. У него нихуя нету вообще, чтобы пройти. И я говорю, а что он вам сказал? Она говорит, он сказал, что договорится сейчас. Пошел к тебе договариваться. Я думаю, у меня лучший водитель. Я вот так обхожу, значит, опять до границы. Садимся с ним. Он говорит, поехали, плевать, поехали. И вот так вот едет к границу, и его там останавливают, и начинают опять вот это ругаться. И он такой, да? И ему говорят, да нет, ара, ара. Вот так ему говорят, ну ты не проедешь никак. И он в какой-то момент понимает, что реально он никак не проедет, ни по одному пункту, поворачивается ко мне и такой... А мы уже на границе. И 3 часа ночи, блядь, 3 часа ночи. И я такой говорю, а что мне делать? А он такой говорит... Я думал, я договорюсь. Первый раз в жизни, типа я... Я говорю, что мне делать? Он говорит, иди, ну, типа, ну, я не знаю, говорит, хочешь я тебя обратно довезу? А мне утром надо быть в армии. Я говорю, нет, давайте я вам заплачу. Я ему там сколько-то плачу, какую-то часть. Он говорит, извини, чувак. Я говорю, да ладно, что? И я один пешком иду по границе, знаете, между... В губерной зоне. Да, ночью, ночью. И я иду, и ночь, блядь, 3 ночи, и там дофига бродячих собак, и все за мной бегают, знаешь, типа за мной собак 15 просто бежит. И я подумал, что символично, если меня сейчас насмерть загрузут собаки, в знак того, что я не определился, где жить, в Грузии или в Армении. И я еще подумал, что они очень долго не смогут забрать его тело, потому что не будет понятно, в чьей это юрисдикции. Он будет просто в буферной зоне валяться, и он будет, блядь, собака. Я иду за мной. Они его будут показывать и говорить, он не договорился. Да, я иду за мной, бегут собаки, я вот так бегу просто между зоной, думаю, меня никто даже не спасет, я вообще между где-то в нейтральной зоне. В лимбе. Да, впереди идет чувак вот с таким баулом, знаешь, огромным, вот так вот прям прихрамывая. Я подбегаю к нему, чтобы, если что, с собаками отбиваться вместе с ним. Вместе с ним несу баул, короче. Он мне в итоге говорит, я тебе помогу, и уезжает тут же, короче. Это тот, у которого 4,63 оценка была. Да, он так бы меня вез, вот так бы. Ну и в итоге меня там подхватывает какой-то левый чувак, говорит, вот сейчас, сейчас, подожди, с казахами поедешь. И говорю, куда? И, короче, приходят какие-то два казаха. Я думаю, что это какое-то мошенничество, что сейчас, знаешь, меня подсадят в машину и где-то выкинут. И в Казахстан увезут. Самое страшное, да. Я не пойму, что они говорят, потому что они все как с криптонит разговаривают. Слушай, знаешь, что я еще подумал? Так теперь же вот этот чел, еще больше к нему доверия будет, еще больше люди будут вестись на то, что он договорится, потому что теперь, когда люди будут к нему садиться и спрашивать, а вы уже на границе были? Он такой, да, бывал уже. Можете мне довериться. Там меня все знают. Меня там все знают. Главное, единственное, что я вам скажу, когда собак увидите, лицо яички закрывайте. А у меня, знаете, как было здесь с собаками? Здесь в Тбилиси много собак, но они очень добрые. Я вот когда в России жил, всю жизнь боялся собак, потому что они меня атаковали все время. Здесь просто. Но у меня был один случай, когда меня атаковала собака, это было очень странно. То есть это не было страшно, потому что она не хотела меня, типа, укусить или съесть. Это скорее было унизительно. Короче, я шел домой, и там собака лежит на дороге. Здесь они всегда так делают, все нормально. Я прохожу мимо нее, и я замечаю, что у нее нет одной лапы, она трехногая. И я прохожу мимо нее, так аккуратненько я обхожу, вообще не думаю даже об этом. И я слышу сзади, что она встает и бежит за мной, и потом я чувствую сильный толчок в спину. И я поворачиваюсь и понимаю, что собака встала на две свои задние лапы, и вот одной, и вот она своим телом толкнула меня. Она просто меня толкнула, я поворачиваюсь, смотрю на нее, думаю, бля, ты что делаешь вообще? И у нее такое лицо, типа, уебуй нахуй отсюда, блядь. Давай нахуй, блядь. Потому что по плечу себя по-дружески. У меня так унизительно было, я подумал, ну это даже унизительно, то есть когда тебя кусает собака, это больно и страшно, а когда тебя, ну типа, кого еще толкала нахуй собака, меня толкнула собака, я чуть не наебнулся и не упал. Это мне, я прям шел домой, мне так обидно было, я уже жду, что буду идти по улице, ко мне будут подходить собаки и по носу щелкать вот так вот. И я такой, понял, знаю свое место, хорошо, извиняюсь собаке, прошу прощения. Да, еще те с двумя будут подходить, типа, еще сильнее. Блин, жесть. Да, так что вот, крутая история вообще. Нет, ну там еще, ну я, короче, выжил в итоге, все было. Просто я в ахуе вчера был. Да, это, я устал так гоняться, конечно, но, что мы еще, мы еще что-то, какие-то новости. А, расскажи в комментарии. Да, конечно, я пока вы рассказывали историю, и слышал шепот, то тут, то там не нужно шептаться. И Драк перепутал текст песни Дорна. Не нужно шептаться. Спросите у меня теперь, как у меня. А у тебя как, Санек, кроме астмы, что у тебя произошло? У меня нормально. Не, у меня нет астмы, я просто, когда много жидкости пью, она как-то странно застревает в горле, я кашлять начинаю, представляете? И кровь еще это странно. Попробуй проглотить, попробуй проглотить, она. Вот, короче, у меня что, у меня каких-то особо историй не произошло, но у меня недавно случилась унизительная история. Мне надо было... С собакой, и просто по кругу. Мы не можем начать. Я такой... И я ее задам расскажу, что я один раз обкатала ее уже, и она хорошо зашла. И я ее добиваю. Давайте отставим вот эту, да. Вот, и, короче, в чем прикол? Я живу в квартире здесь, и квартира, ну, прям, ну, не самая лучшая. О, про стиралку. Вот, да-да-да. И стиралка у меня, короче, смотрите, как у меня работает стиралка. То есть там кнопка, я ее, когда заселился, пытался включить стиралку, и не смог, потому что кнопка включения провалилась внутрь, и ее никак не включить. И я позвал мастера, он посмотрел стиралку, и такой, все, типа, теперь можете пользоваться. Я смотрю, а кнопка там еще валяется. Я говорю, а как пользоваться? И он такой, да вы просто сначала настраиваете, потом в розетку включаете, и она сразу работает начнет. И она так работает. Но я за все время, что я живу, забыл, как настраивать, вот, потому что моя девушка постоянно это все настраивала, и как-то я пропустил. Я забыл, как настраивать. И я недавно, я живу с девушкой и с другом, и я другу говорю, слушай, напомни мне, как настраивать стиралку. И вот, что он мне показывает буквально. Он показывает, что крутить. Он показывает, что нажимать. Потом говорит, я говорю, а порошок же вот сюда, да, засыпать, вот в эту штуку? Он говорит, не-не-не, говорит, я по-другому делаю. И там стеклянный стакан стоит, так, и он говорит, берешь стакан, сюда порошок насыпаешь, и вот так вот туда засовываешь, и все, и стираешь. И у меня почему-то в голове отложилось, что стакан остается там. Потому что, я вам объясню, то, что я не подготовлен к взрослой жизни, это я знаю. Но я пользовался гелем, и гель, там пластиковая штука, ты внутрь кладешь. И я подумал, ну, мой друг так уверенно кладет туда стеклянный стакан, все будет нормально. Я, значит, на строю кладу стакан туда, в кофты прям положил, потому что я подумал, ну, стекло же надо поаккуратнее быть, что так, что так стакан туда кладет небрежно. Это же стекло, дурак вообще. Мой друг вообще не понимает, что творит. Я положил туда стакан, и я включаю, и я тут же нахуй слышу, как стакан хуярится в стиралок. Блядь, об эту стекляшку. И моя девушка спрашивает, что происходит? Я такой, в смысле, что происходит? Я стирку запустил, что за вопросы? Стакан с порошком там. И она это пропустила, что-то ушла, я потом вечером возвращаюсь, открываю, и нахуй все в стекле. Стакан разъебался. Я пишу своего другу, говорю, блин, чувак, кажется, стакан за время стирки испортился и разъебался. Он говорит, так я его там не оставлял никогда, я просто туда порошок насыпал и убирал его. Говорит, ты что, оставил стакан в стиралке? И я в этот момент так на своих родителей разозлился. Я подумал, блядь, как можно было такого бесполезного долбоеба воспитать? Мне 27 нахуй лет! Я засунул, блядь, стеклянный стакан нахуй в стиралку! И он разбился там. У меня нахуй... Я до сих пор из трусов стекло достаю. Я когда трусы надеваю, я перед этим вот так руками проверяю, нет ли там стекла. И я несколько раз прям в стекло натыкался. Я прям несколько раз из трусов стекло достал. Самое сложное было потом девушке написать. Я написал, я говорю, слушай, небольшая проблема случилась, я в общем вещи со стаканом постирал стеклянную. Я говорю, там и твои были, так что осторожней будь, потому что там стекло. Особенно в трусах девчонкам сложнее, потому что у парней, если... Я просто думал об этом. У парней, если в трусах стекло застряло, типа максимум, что оно уколет тебя как бы там и все. А у девчонок оно может же как бы в стекло получается прям туда, понимаете? Так что вот это моя история. Это все, что произошло со мной за последнее время. Ты поэтому уезжаешь, да? Я поэтому уезжаю, потому что я такого позора не вынесу. Я думаю, меня собака из-за этого толкнула. Типа я шел, она такая, вот долбоеб, блядь. Нахуй иди, блядь, учись. Вещи стирай, долбоеб, блядь. Потрясающе. Вот, ну что, и теперь мы можем... Нет, ты еще просил. Я хочу объяснить, почему я сказал о простиралке. Саша перед этим подошел и такой, напомните мне рассказать про стиралку. Я не слышал этой истории до этого. А потом Саша сказал, а потом скажите, что еще что-то есть. Да, и я вспомню. Еще что-то есть. Еще что-то есть. Это собака была? У меня вопрос. Нет, другое. Короче, у меня вот такой вопрос. А бывает ли у вас такое, когда мы сидим с вами... Просто у меня несколько раз такое было на разных съемках нашего шоу. Бывало у вас такое, когда вы сидите на сцене и думаете, блин, меня здесь больше всего не любят? Вот, когда шепчутся, я такой... Они говорят, типа, что он делает нахуй? Бывалось такое чувство? Да, конечно, бывало. Тысячу раз. Я иногда слышу прям и драк, и ебанат. И драк, враг. Вот круто. Да, всегда. Вот сейчас. А сегодня слышишь? Да, Гарик пару раз сказал. Перед съемками просто подошел, сказал, и драк, и ебанат. Я вот подумал, что раз у нас у всех так было, получается, что это все фанаты Лехи. Нет, они все в Лужниках были. Ну ладно, это все, что я хотел сказать. Но давайте теперь... А, вот это то самое было, что ты такой обязательный. Да, к сожалению, да. Ты про стиралку разъеб был. Спасибо, я разъеб во всех смыслах. Разъебная история. Разъебал стекло. Разъебал на куски. Ну ты слишком много... Ну ты, короче, должен накапливать много одежды и прям редко стирать, а то все стаканы потеряются. Да, да, да. А почему... Вот у меня единственное, что вопрос... Извините, вопрос газета как после стиралки все использовать. Какое крутое название. Да, очень долго и очень измучно. Ты сказал, что у тебя до сих пор стекло в трусах. Это был все-таки юмористический прием или вы реально... Не, я каждый раз, когда теперь одежду надеваю, я ее вот тряхиваю вот так, чтобы стекло... Я каждый раз слышу... Что-то выпадает все время из одежды. Спасибо. Давайте к новостям перейдем. Я могу начать новостную часть. Можно я начать? У кого есть новость? У меня. Рассказывай. Я вот сижу и драк... Вот так. Я такой... Что ж, начинаем? И ты такой... Я могу начать. Гар, читай новость. С удовольствием. Мой любимый персонаж последних месяцев Дмитрий Певцов. Знаете такого? Дмитрий Певцов выступил против абортов. Цитата. Женщина не имеет права принимать такое решение. Напомню, Дмитрий Певцов народный артист Афганистана. Актер и депутат Госдумы и еще бы нахуй. Дмитрий Певцов заявил, что женщины не имеют права делать аборты и назвал их узаконенным убийством детей. Вот, цитата. Мы, налогоплательщики, платим за то, чтобы женщины делали себе аборты. Это просто детоубийство. Заебил он в ютуб-шоу Эмпатия Мануччи. Это что такое вообще? Эмпатия Мануччи. Сразу захотелось латте заказать. Ну вот, короче, то, что он против, это не их... Это не их... Вообще, насколько это странно. Прикинь, какое шоу. Типа, привет всем, это шоу Эмпатия Мануччи. Аборты надо запретить! Да, это вообще меня прикалывает, что его возмущает именно эта статья расходов налогоплательщиков. Еще, я вообще не представляю, чтобы именно так, ну, типа, люди приходят, женщины приходят делать аборт и говорят, мне с денег налогоплательщиков сделайте. Ну вот, например, его фраза первая, которая же мне нравится. Народный артист России, напомню, бандитский Петербург, все, выступил против того, что принятие этого решения остается за женщиной. И опять, любимая часть этой новости, цитата Дмитрия Певцова, «Это не их право точно абсолютно». Такое предложение, блядь. «Это не их право точно абсолютно». Звучит так, как бы ты с ним в лифте столкнулся. «Это не их право точно абсолютно». Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет права. Реально, Мне нравится, как он всегда последнее слово усиливает еще одним словом. «Наречие, наречие обязательно». Я говорю, «Включите эмпатию, аманучи нахуй, вы вообще офигеете». Это не их право точно абсолютно. Это как будто трек-ассай какой-то. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет права принимать такое решение, потому что дети даются от Господа, ну, началось. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Тоже, «Добрый вечер, я не спечу». Ну, ты прикинь, Певцову Господь реально сам ребенка принес. Вот, Дмитрий Певцов, тебе ребенок. И потом, и потом вот, по мнению Певцова, обсуждать возможность проведения аборта можно лишь в случае угрозы для жизни женщины. А вот изнасилование, как считает актер, является не причиной для аборта, а испытанием для женщины. Блядь, что? И цитата, наша любимая рубрика, цитата от депутата. Люди так отреагировали, как будто бы Дмитрий Певцов на сцене прямо сейчас. Он вышел сбоку, как в «Пусть говорят» и все, как этот отец, который убил. А сейчас у нас в студии Дмитрий Певцов. Знаете, когда в тишину выходили. И вновь цитата. И он становится напротив тебя и такой, «Слушай, нахуй, аборты надо разрешить». Сразу с драки, да. И пакетом уярит. Вот. А испытанием для женщины, и вновь цитата Дмитрия Певцова. Я хочу, чтобы это было на ютубе и везде, нахуй. Цитата Дмитрия Певцова. Сам в стиле Певцова начал разговаривать. Депутата Госдумы, бля, абсолютно. Цитата. «Изнасилование? Я много чего видел в своей жизни». Блядь. Слушайте, пожалуйста, да, слушайте до конца. Блядь, что? Слушай, пожалуйста, тут каждый праздник. Господь не по силам испытания не дает. Пиздец. Мы все в руках Господа, и только хватит прикрываться бедным Господом. И то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит всегда на благо нашей души. Всегда. А вот как мы пройдем это испытание, другое дело. Короче, Дмитрий Певцов очень хочет, чтобы его изнасиловали. И он родил после этого. Да. Я предлагаю... И дракомерзалезаде опять пожизненно лишили пребывания в России. Заголовки, заголовки. За то, что он прямым текстом призвал насиловать депутата Госдумы. Я обращаюсь. И дракомерзалезаде лишили права на въезд в Россию пожизненно дважды. То есть даже если и дракомерзалезаде воскреснет, он не сможет приехать в Россию. По законам буддизма, звездочка в скобках, если есть реинкарнация и драк перевоплотится, нельзя будет приезжать. Блин, все на тебя в итоге скидут. И там мой адвокат опять работает над твоим возвращением, где объясняет, там в контексте, он не имел в виду прям изнасиловать. И потом тебе пишет и драк, все в порядке, мы тебе скостили срок до полторых пожизненных невъездов в Россию. Через пол следующей жизни ты можешь спокойно заезжать. Какой ужас. Ну вот, я даже не знаю, что обсуждать по поводу Певцова, где просто тут такой... Напомню, Певцов один из хедлайнеров концерта в Лужниках, если вы не помните. Меня вообще удивляет, вот знаешь, когда они выступают в Лужниках, ты думаешь, блин, ну насколько нужно быть ну уебками, ну прям тупыми людьми, чтобы в этом всем участвовать. А потом ты понимаешь, что вообще, ну вот когда им дают слово, у них вообще еще больше говна в голове. То есть они такие, что я могу сказать такого, чтобы прям было хуёво максимально всем. Ну я не знаю, чего можно ожидать от человека, который играл в сериале, где есть персонаж по имени Антибиотик. Что от него ожидать, что он постареет и будет говорить, я считаю, что аборты это право каждой женщины решать самостоятельно. Я Антибиотик такой, нихуя себе. Вообще вот эта вся хуйня про испытания, ну это реально, ну как бы, я бы понял, если бы это говорил какой-то человек, который сам проходит через большие испытания, но когда ты депутат, когда ты являешься народный артист, у тебя дохуя бабла, и ты выступаешь в Лужниках, и ты говоришь, мда, испытания, конечно, Бог посылает каждому, поскольку он может выдержать. Вот я реально могу выдержать, только когда мне кофе не тот дают в столовой, в Госдуме, и у меня такие испытания. Но есть реально сильные люди, такие как вот, когда их вот изнасилование, тоже я многое видел. И такое есть тоже. Ты как будто тоже сейчас на эмпатия манучий. Интервью даешь. Такой поток, знаешь, был. Еще фраза, я много что видел. Мне интересно теперь узнать, что видел Дмитрий Певцов. Но он всегда наблюдает изнасилование. Он в тех переулках всегда находится, ждет. Мне кажется, что, знаете, они сейчас по принципу I bet you well, помните, давай на аспорт, на MTV сейчас работают, в Госдуме. Кто пиже, кто более резкий законопроект предложит, как Медведев такой, давайте смертную казнь вернем. Знаешь, вот это все, сейчас какое-то соревнование идет. Хотел сказать, что я надеюсь, в зале нет эшников. В Тбилиси есть эшники, вы знаете? Кто такой эшник? Кто такой эшник? Это небо. Сделал вид, что не знает. Да, лучшая защита это нападение, подумал эшник. И мы смотрим, взял и там чел с камеры из них. Кто такой эшник? Вот этот в кепке и с барсеткой, вот так. Он что, из Optimus Gang? Почему так стоит? Почему так стоит? Так они все так стоят. Кто такой эшник? Кто? Как будто они лично разобраться хотят. Кто такой? Покажи. Эшник это отдел по борьбе с экстремизмом. Это те, кто меня посадили и выгнали из страны. Те, кто ходят на наши концерты, ходили в России в последнее время. Да, я просто слышал, что в Грузии тоже есть несколько таких чуваков, которые следят. Которых подсылают. Давай резких. Из России, в смысле. Да, нет, Давайте резких поймаем. Есть такие? А ты как хотел их поймать? Что они такие? Это и про меня. Все про меня говорят. Когда у меня были последние, когда уже дело на меня завели, у меня были последние концерты, я реально делал в Питере такие интерактивы. Типа, поаплодируйте, если есть эшники в зале. И в зале обязательно кто-то в прикол хлопал. Ну и типа, вроде бы прикол, но ты весь концерт такой, ну, 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 короче, да, давайте теперь решать, хорошая это новость или плохая про Дмитрий Певцов. против абортов. Точно, полностью. На ютуб-шоу, это очень важно, на шоу Эмпатия Манучи. А кто ведет шоу Эмпатия Манучи, ты не знаешь? Манучаров. А, реально? Блядь. Он же тоже такой себе, да? В каком плане? Я вообще с ним не виделся ни разу. В постели не знаю. Но судя по названию Эмпатия Манучи, Певцов должен был понять. Так, кто считает, что это новость про то, что Певцов считает, что аборты нужно запретить? Это хорошая новость. Кто считает, что плохая? Почему? Я объясню, почему. Я, в общем, мне не нравится, что вот такие люди становятся, то есть, многие люди, вроде бы, более-менее адекватные уехали из России, и в России выдвигают... Например, назови примеры. Хотя бы двух. Ну, там, и Драк Мерзелезаде уехал, Алексей Чумаков. Почему-то это второе имя? А Чумаков уехал из России. Я не знаю, вряд ли. Топ адекватных людей на Яндекс.Дзене. Сейчас мы покажем. Первое место, Идрак Мерзелезаде. Второе место, Алексей Чумаков. Идрак Мерзелезаде был бы... Третье место, мужик из группы Непара. Александр Шоуа. Блин, Чумаков остался, из Непара. Блин, а можно я про Непару скажу? Ты так вкинул, конечно. Там девушку из Непара, ну, я-то лыж по национальности. Вообще, рандомные факты. Это когда, когда ты пришел на быстрое свидание, и нужно за полминуты все про себя рассказать. Ребят, послушайте. Ну, если ты девушка из Непары, я-то лыж по национальности. Ребят, ребят, я не досказал. И у меня кроссовки Тайгера Недзука. Короче, и у этой девушки из Непара... Я сам Тайгера Недзука похлопал сейчас. Расскажи. У нас есть, ну, ладно, короче, вот у этой девушки из Тайгера Недзука, блин, у этой девушки из Непара, у нее фамилия Толышинская, и я прям искал, типа, как это связано? У нас там немного упоминаний в медиа. Это бор в законе, да, какая-то? Идрак Толышинский. Я так и нашел. О, еще, Идрак рассказал, я надеюсь, что это можно рассказывать. Перед съемками мы здесь сидели, тебя тогда не было. Когда в 91-м сидели? Ты на своем охуевшем кресле сидел в гримерке. Это, значит, Идрак. Я услышал, что Идрак говорит по телефону на азербайджанском, и я до этого ни разу не видел, что... Конечно, меня не было в комнате. И я до этого ни разу не слышал. Когда Гарик, я на армянском с мамой говорю. Я ни разу не слышал, что Идрак говорил на азербайджанском, я спросил у него, с кем ты разговариваешь, Идрак сказал с мамой. Я спросил, ты с мамой на азербайджанском говоришь? Он говорит да, а потом Идрак сказал, что мама с ним на талышском. Не совсем так. Короче, мы с мамой говорим на азербайджанском, ну, полуазербайджанском, полурусском. Ну, где-то вкидываем русские словечки. Это когда не русские, при русской девушке общаются? Когда нету там азербайджанского аналога, когда нужно сказать что-то типа ништяк, говорим на русском. Нефть. Ладно. Знаешь, как нефть на азербайджанском? Нефть. Ладно, давай так. Знаешь, как огурец на азербайджанском? Огурец? Хьяр. Ты меня подловил. А помидор, знаешь, как помидор? Помодор. Мог бы угадывать. У нас познавательная передача, я напомню, прежде всего. Вот. И я вот узнал, оказывается, что Идрак, ты сказал, что у тебя мама на талышском. Мы на азербайджанском говорим все время в основном, но когда я с азербайджанским другом каким-то, мама со мной начинает говорить на талышском, чтобы тот не понял. Но проблема в том, что я тоже не понимаю. И я просто, мама говорит на талышском, и я ей на азербайджанском говорю, азербайджан, вы можете на азербайджанском сказать? Странно, что вы не поняли. Я уже устал от этих языков всех. То есть, получается, Айдрак знает русский, белорусский, азербайджанский, талышский, английский, но не умеет держать предметы в руках. За того, что много знает языков, у него вытеснилась другая информация из головы. Ну что, давайте продолжим. Я хотел сказать, что талышский я на уровне интермедиат знаю. Никто так не говорил про талышский, наверное. Как будет интермедиат по-талышски? Гада-гада. Не песня, а Раша, как называется. Ладно. Так, мы что, что мы решили? А, мы с тобой за то, что это хорошая новость. Да, получается, это хорошая новость. А почему? Давай синхронно. Почему это хорошая новость? Потому что певцов очень... А я знаешь, почему проголосовал, что это хорошая новость? Потому что, ну, мне кажется, тем самым вот эти вот лужниковские чуваки как бы лишний раз показывают... Ну, сами все за тебя делают, знаешь? Типа, тебе не нужно вот это, там, знаешь, вот что-то передрозит. И просто скидываешь риторику вот этих чуваков, и они такие, а, ну да, что-то слишком много долбоебов выступало там в Лужниках и во всем. То есть, мне кажется, это... Ну, я всегда радуюсь, когда они вот так... Другое дело, что это никто не воспринимает и реально могут принять такой закон. Вот это проблема. Такую риторику воспринимает, наоборот, положительно огромное количество людей. Это отвратительно то, что... Ты понимаешь, что нет, так вот ты воспринимаешь это как ужас. Я кого-то в плацкарте еду сейчас. А вы помните вот... Саш, я думал, ты спишь. Ну, давайте дальше пойдем. В общем, это хорошая новость. Давайте поаплодируем новости про Дмитрия Певцова. Ужас. Следующая новость. Ты и драк, и драк. Сын Жириновского сменил фамилию, имя и отчество. Вовремя причем. Теперь никто не знает, как его зовут и как найти. Не-не, скажи, как его зовут. Сын политика Владимира Жириновского и бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сменил фамилию, имя и отчество. Теперь его зовут Гарсия Давид Александрович. Удивительно, как можно было выбрать Гарсия, но при этом оставить Давид Александрович. Набор вообще. Сообщает в своем расследовании телеграм-канал База. По его информации, Лебедев сменил ФИО 5 июля 2021 года. В конце июня этого же года он покинул ЛДПР и в целом политику. База выяснила, что старый паспорт Лебедева недействительный, недействительный, если его проверять в базе данных МВД. Если не та интонация. Блин, человек первый раз. Если его проверять в базе данных МВД. Все. Ну, я хотел бы обратиться к Игорю Лебедеву и предложить продать свой паспорт, как NFT старый, который уже недействительный. Не стоит деднеймить его, он сменил имя. Не, мне просто понравилось, что почему Гарсия Давид Александрович, в каком рандоме он выбирал. Я слышал, что он это сделал, чтобы от санкции уйти, потому что он там в каких-то списках. Но я смотрел на его фотку, он же все равно пиздец похож на Жириновского. И я представляю, как он пересекает границу. И они такие, так, Гарсия Давид Александрович. И он такой, здрасте. Добрый вечер. Пропустите меня. А вы случайно... Блин, люди только на кашель реагируют. Вы случайно не родственник Жириновского? Нет! Почему вы так говорите? Пыдонки! Ладно, проходите. Это Гарсия Давид Александрович. Это, кстати, первая пародина Жириновского после его смерти, Санек. Респект вообще. Спасибо, спасибо. Знаешь, вот Галкин, типа такой умный, он шутил при жизни, ну пародировал. Пыдонки! Да, вот. А я собираюсь пародировать только тех, кто умер. Жириновский. Джексон. Майкл Джексон. И готовлюсь Путина пародировать. Ой. Блин, Санек. Александр Долгополов, ведущий Навальный Лайф, подставил двух друзей, которые с ним сидели на сцене, своими заявлениями. Меня не подставил. А, да, то есть, мама. А ты не друг. И не друг, и не драк, и драк. А, кстати, Гарр, слушай, а ты собираешься в Россию возвращаться? А я опять у тебя на интервью. Ой, расскажи, что ты вырезал. Знаете, бля, это вообще, можно я расскажу, как я тебе интервью давал? Бля, бля, расскажи. Сейчас, короче. Заметил, какая пластика у нас? Бля, Алла Духова, смотри. Вы знаете, то, как сейчас выглядит это шоу, это то, как я изначально и хотел бы, чтобы оно выглядело, но Леха мешал все время. То есть, вот то, что сейчас происходит, это когда это начиналось, Леха после съемок говорил, блядь, парни, с вами невозможно работать. Давайте ближе к структуре. И сейчас Леха включается по видео и такой, невозможно. С косичком. Короче, можно я расскажу, как Санек меня позвал на Навальный лайф, хотя что я у тебя спрашиваю? Мы говорим, меня Санек говорит, ты можешь выйти, вы смотрите передачу Санька на Навальный лайф? Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Почему ты решил отбить? И Санек мне говорит, можешь поучаствовать в меня? Я говорю, да, Санек, конечно, что за вопросы будут там, типа. А я, ну, должен еще там мотаться пару раз, по идее, должен был до этого эфира, естественно, в Россию. И Санек говорит, да не, ничего вообще такого, все нормально, нормальные вопросы будут. И просто второй вопрос Санька это, Гар, а вот я знаю, что ты любишь ставки. Во-первых, раскрывается моя лудомания, спасибо, Санек, на вообще Россию. Я такой, ну да, он такой, а вот на что бы ты поставил, когда Путин сдохнет? И я такой, ну, ладно, там, сказал, ну, сказал ответ свой, тотал меньше, там, 2030-го, я сказал. И Санек такой, Гар, а еще ты знатный любитель вечеринок. Какую вечеринку ты закатишь, когда Путин сдохнет? Я такой... Я не очень хорошо, я не очень хорошо умею составлять вопросы, но это политическое шоу, и мне нужно каждый раз каким-то образом это подвязать. А еще у меня была шутка, не связанная с политикой, но мы ее вырезали, потому что она хуево зашла, и я ее, конечно же, расскажу сейчас. Короче, шутка такая, рассказывай, драку. Поджигарик я слышал. Это вопрос, я спрошу, ты должен ответить как? Вопрос такой, если бы среди хомяков был комик, как бы его звали? Как? Джунгарик Аганесян. Подонки. Собственно, эти вопросы были в итоге вырезаны. Да я разберусь с шуткой сначала. Если бы среди хомяков был комик... Джунгарик, есть такие хомяки. Есть такие хомяки? А я Гарик. А почему вы шепчетесь? Они... Они... Они шепчутся... Они шепчутся... А почему вы шепчетесь? Они шепчутся... Попрошу вернуть свои столари. А как сделать так, чтобы мне деньги вернули за билет? Какой нахуй Джунгарик, блядь? Я хочу... Просто вы все... А вы все знали, что есть Джунгарики? Кто не знал? Если что, давайте так, вы знали, но я вам вот что скажу. Разбираться... Блядь, я не могу справиться. Разбираться в видах хомяка, это признак лузерства. Лузеры. Я не понимаю, почему Эндрак взорвался. В нем независимости. Кто за то, что это хорошая новость, что сын Жириновского сменил имя и фамилию? Я считаю, что это хорошая новость. Кто за то, что плохая? Почему плохая? Что? Пурке? Я как Гарсия, Давид Александрович решил говорить. Пурке? 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 Си? Не знаю, что это... Короче, мне кажется, что... Ну, мне просто не нравится, что он не проявил вообще никакого креатива для сына Жириновского, талантливейшего комика, который один из первых комиков, который ушел от нас. Ну, реально, самое банальное, что он мог сделать, это такой, так, я хочу быть иностранцем, и взял, нахуй, самую популярную фамилию в мире среди иностранцев, Гарсия, потом такое имя какое-нибудь, Давид, самое базовое, и самое отчество популярное, Александрович. Ну, это что? Это Иван Иванович Иванов, блядь, шаблон. Мне просто стыдно за ЛДПР, что такая креативная партия, я напомню, флешмоб с матрасом, когда они несут Жириновского, кстати, я удивил, что на похоронах так не сделали. А, вот знаете же, есть людям интересно, что Путин шептал Жириновскому, когда тот лежал в гробу, я думаю, он спросил у него, где матрас? Идрак, стоп, про матрасы, подожди. Подумай, стоп. Давай. Ребят, можно я придумал шутку актуальную? Можно, она как реприза звучит, и она, скорее всего, не зайдет, но прикиньте, она в моменте вообще бы. Он назывался Гарсия Давид Александрович, и с ним так здоровятся по мере представления. Такой Гарсия, и они такие, Буэнос Диос. Давид, и такой, Шалом. И Александрович, возвращайтесь в свою страну. Спасибо большое, я не думал, весь этот, вот всю эту новость я ее думал. А почему Давид Шалом, а не Баравдзес, например? Да потому что, ну, ладно, да, не нужно провоцировать меня на шутки. У нас время уже, когда Леша должен подключиться. Давайте сделаем вид, что это сюрприз, потому что мы, по-моему, не должны были, да, Гарич? Еще 10 минут, давайте тогда еще одну. А что он, куда он пошел, он выступает или что? Не, Леха просто не отвечает, как обычно, на звонок. Дочки Лехи здесь. А давайте все расскажут свои любимые истории про Леху Квашонкина. О, давайте, давайте. Тебе нравится идея? Александр Долгополов, какая у тебя самая любимая коммуникация с Лешей Квашонкиным? Ваши аплодисменты. Моя самая любимая коммуникация. Бля, короче, как-то раз, пару лет назад, когда я был в жесточайшей депрессии, мне позвонил Леха, вообще с нихуя, и сказал, братанский, слушай, я тут подумал, как бы, мы же вот эти шоу, которые снимаем, для них надо как бы, ну, чтобы мы прежде всего хорошо общались. Я подумал, что нам было бы хорошо подружиться, реально, как бы, чтобы мы стали друзьями. А мне тогда нехуй было делать, это единственная причина, по которой я сказал, «Да, Леш, я тебя слушаю». И он говорит, ну, не хочешь ко мне в гости приехать, там, в приставку поиграть, поболтать? Я говорю, да, конечно, Леш. И я поехал к нему в гости, и он реально достал, он купил приставку «Сега» и поставил туда дискету «Черепашки-ниндзя». И мы с ним играли в «Черепашки-ниндзя». В какой-то момент я сижу и думаю, блядь, я у педофила в гостях, что ли, что происходит? Он бы мне еще сказал, братанский, не хочешь, Яралаш, посмотреть на видеокассете? Я себе как раз новую видеодвойку купил. Мы с ним сидели, болтали. Потом он говорит, пойдем покурим. Я говорю, пойдем. Я думал, надо на балкон. Он меня повел в ванную. Он говорит, пошли в ванную покурим. Я думаю, это самый хуевый подкат, который я слышал в своей жизни. И мы пошли к Лехе в ванную и курили в ванной. И у него надо было сигареты в раковине тушить. А это квартира, которую он по ипотеке себе покупал. Я думаю, блядь, пиздец, я никогда не видел, чтобы люди в ванной курили. Ну вот, и, короче, был момент, когда мы с Лехой сидели, курили. И у него тогда только родился ребенок. И он спрашивает, братанский, а ты как себе? Не хочешь ребенка завести? Я думаю, у Лехи, типа, лишний остался с того раза. Я говорю, да нет, что-то не хочу. И он такой, ну тебе, наверное, рано еще. Он потом мне говорит, мы с ним до этого 6 лет знакомы. Он говорит, тебе сколько лет? Я говорю, 26. И он такой, ну тебе рано еще. А Лехе, типа, 27. Я не знаю. Прикиньте, если бы у Лехи было 27. И он такой, тебе рано еще. Давай я тебя повоспитаю немного. Но я подумал, блин, как круто мы провели время. И еще вторая моя мысль была, я больше никогда не возьму трубку, когда Леша звонит. Это моя самая странная коммуникация с Лешей. Какая у вас была? У тебя была какая-то? У меня просто несколько. У меня была, помнишь, одна, которой мы вместе были, когда мы из Казани с фестиваля ездили? Помнишь, когда с Залуцким мы были? Расскажи. Ты помнишь, мы ехали, блин, а ты не слышал эту историю, когда мы ехали с Пашей Залуцким? Паша Залуцкий, кто не знает, это первый комик, который открыто заявил о том, что он гей, в эфире ТНТ, когда это еще можно было пять лет назад. И мы едем... Еще до Дорохова. До Дорохова. И мы едем с этого, с фестиваля в Казани, помнишь, типа мы приехали, и мы сидим, а, и там Паша начал зачем-то провоцировать там с нами фанаты Динамо. Ну и, короче, это, блин, ну это в целом смешная история, что, типа, мы едем в поезде из Казани, и там с нами едут пьяные фанаты Динамо, и почему-то у Паши появилось игривое настроение у нашего друга Гея. И он такой, и он ходит, и громко, так нарочито, около фанатов Динамо, говорит, а как их называют, белоголубые, да? И Леха прям, я вижу, как у него вена вскипает, типа, и я такой думаю, блин, если они на нас нападут, у нас самое неудачное купе для драк, потому что у нас два хача, гей и фанат Спартака Леха. Типа, нас просто уничтожат. И потом, ну это не об этом, мы приезжаем, значит, я помню, утром на вокзал Казанский, мы сидим в KFC. Вот что я почему-то вспомнил, когда про Леху ты спросил. И я такой начинаю Пашу такой подстригать, я говорю, Паш, а вот ну ты ж гей, а вот с кем бы ты из комиков, ну типа, ну кто тебе нравится из комиков? И Паша такой, ну вот мне нравится вот этот. И мы такие, ну да, да, вот мне нравится Долгополов, он, кстати, протяжка. Реально? Да, да, он сказал, напиши ему. Саша, он так и сказал, я бы Долгополову в рот дал. Он так и сказал в KFC. И это лучший комплимент, который я получал в жизни, когда кто-то в KFC сказал, что мне бы дал в рот. Вот, и через несколько, и я спокойно относился к этому интерактиву. Но потом я заметил, что когда он называет уже какую-то седьмую фамилию, и там нету Лехи, ну Леха сидит, и он прям такой, угу. И то есть Леха, один из самых гомофобных людей, это плюс ему, он рад, ну он же в России остался. Леха будет потом осматривать, вот это оставьте обязательно. Леха, один из самых гомофобных людей, ну ладно, просто, просто окей. Я не знаю почему, у меня иногда смех как у Хазбика, как я понял сейчас. Леха, честно говоря. Вот, и Леха сидит, и я вижу, как у него на какой-то фамилии, когда его нету, он такой, начинает прям такой. А я знаю, когда Леха злится, начинается, и вижу, как ему некомфортно, что его не называет Паша. А вопрос был примерно, кому бы ты вдул из гомиков примерно такой. Кому бы ты дал в рот? Я? Да. Это же это шоу «Эмпатия манучая» опять. Кому бы ты дал в рот? Давай такое шоу выпускать, чтобы типа Дудя, но жестче в тысячу раз. Бля, давай типа эмпатия, давай как назовем шоу, Гаррика и Драка, Гидрак. Так нельзя, в России запрещено. Запретили наше шоу, как и Драка. Короче, мы, вот давай шоу самое прокурсальное. Сань, привет. Привет. Мои кореша передали тебе вопрос. Кому бы ты из известных людей дал в рот? Топ-три. Так, ну... Третье место. Леха Квашонкин. Мы узнали, кто на третьем месте. Сейчас мы узнаем, кто на втором месте. Леха Квашонкин, самый интересный, почти все выбирают. ATL и Оксимирон. Все время топ-3. Леха Квашонкин в Кожанке. Популярный вариант. Леха Квашонкин в свитере. На первом месте Леха Квашонкин в свитере. Он готов подключаться? Ну да, это уютно. Он такой сейчас, наверное, блин, они новости обсуждают. А и Драк не рассказал историю, расскажи ты. А какую... Историю с Лехой. Не, у меня с ним нормальная коммуникация всегда была. У тебя нет истории запоминаешь? У меня дофига историй, но их нельзя, ну, как бы, озвучивать многие. Почему? Например, свайдбург. А, это про то, как... А помнишь свайдбург? Блин, давайте я расскажу, я вспомнил. Может, пожалуйста, пожалуйста. Короче, когда... Пожалуйста, это прям мое любимое, потому что это было связано с моей историей, когда у меня вот это все случилось, и меня уже выгнали, и начали крутить. Может, кто помнит, тогда начали крутить. В зачатке была история с Лешей Квашонкиным. Помните? Да, да, да. Там про него тоже... Когда-нибудь сказали, что Леша... Леша тоже русофоб, потому что там отрывок из Парараза, где он говорит, давайте мы будем называть Россию... Ой, Беларусь Белоруссией, а вы Россию — это какая-то хуйня. Нет, вот так он сказал, что там был выпуск в Беларуси, пора разбираться. И там Леша продолжал говорить не Беларусь, а Беларусь и я. И люди в зале злились. И Леша сказал, давайте тогда хорошо, мы в России будем называть Беларусь, а вы в России будете называть это ваша хуйня. Да, да, вот. И они прицепились за это. Да, они вот это вырезали и начали активно, как вот против меня начинали делать, точно так же против него вести делать, типа уже второй день. Я понимаю, что Леха прям очень, ну, перепуган. И он мне звонит, и я думаю, что он звонит, чтобы посоветоваться, что вообще делать. А он мне звонит и говорит, ну, слушай, я вообще, я не буду как ты, я буду прям, я буду, я буду бороться. То есть он думает, что ты сдался, типа тебя объявили нежелательным, и ты должен был сказать, я остаюсь. Так вот, меня вот это и прокололо, что он, по сути, позвонил мне самоутвердиться за чем-то. И потом эта история полностью пропала, а Леха стал главной звездой федеральных каналов. Это все. Неожиданно эта история затухла, я не знаю, как так вышло. В ООН заявили, что мировых запасов пшеницы хватит всего на 10 недель. На заседании Совбеза ситуацию с запасами зерна назвали ужасной. Вот такая вот ужасная новость. Из-за войны в Украине теперь Украина одна из самых больших экспортеров зерна. И заблокированы сейчас морские пути, нельзя доставлять зерно по миру. И поэтому зерна в мире осталось всего на 10 недель. Два с половиной месяца. Да. Я устал, если честно, ждать Леху, вот что я скажу точно. А ты сейчас наугад новость выбрал просто? Нет, нет, это в списке лучшей новости. А это к чему новость? Это, во-первых, где на РИА новости, типа, знаете, на РИА новости только такие выходят, что на Западе, походу, капсда. И потом открываешь интервью Гордона, и там, Путину осталось пару секунд. Я все время вот так, знаете, от Нехты до Соловьева такой у меня, как эти качели. Мой любимый эксперт это Валерий Соловей, профессор Соловей, потому что он всегда говорит, Путин мертв уже на самом деле. Осталось дождаться обнародования фактов. Путину осталось 6 секунд потом, Польше осталось 6 секунд, и ты не можешь понять, кому... Да, счет на секунду уже пошел. Ну, давайте, а вы хотите обсудить? Если у вас есть что-то получше, говорите. Потому что меня всегда, вот сколько я помню наше шоу, меня всегда стебали за то, что мои новости не новости. Я этого никогда не понимал. Ребята, Леха мне написал «бро». Мне нужно еще 7 минут, дописал. Да, Аганди мне написал... А я правильно понимаю, что Леха собирает компьютер и видеокамеру с деталей? Аганди мне полчаса назад написал, что Леха будет через 10-12 минут. Смотрите, он пишет «дождь льет и пробки пиздец». Вышел из машины и бегу к офису. И бегу кофе покупать. Блин, ну если он пишет, что 7 минут, то вряд ли... Да, это еще пару новостей мы можем... А, в общий чат он написал «сейчас буду». Профигеть. Я с каждой минутой, мне все более стыдно в зал смотреть. Я просто думаю, люди заплатили 100 лари. Представляете, ты платишь 100 лари, приходишь на шоу, там люди сядут на сцене и такие... Когда будет? 7 минут? Но он не будет через 7 минут. Ну давайте новость пока обсудим. Не, про это на самом деле давно идут разговоры про зерно, с которым сейчас нехватка во всем мире. Я еще слышал, что... Это превратилось в нудную... Отлично дянешь время и драк у тебя, очень круто получается. В нудную лекцию про зерно. Я просто представляю, как будто бы меня позвали в эфир популярной политики и зачем-то задали мне этот вопрос, как будто... Ну, я считаю... А комики могут про это что-то? Ну, я считаю, что комики могут шутить про зерно, да. Но в определенных обстоятельствах про зерно, наверное, не нужно шутить. Мы твои большие фанаты. Вот так вот, 10 недель осталось. И там говорится, я эту новость еще полностью прочитал, и там говорится, что под угрозой, прежде всего, страны Азии и Африки, это их прежде всего за... Тогда почему мы переживаем вообще? Все шутят, нормально, все, шутки идут, сейчас попрут. Ну, кстати, и так плотный выпуск, мы можем передохнуть 5 минут, пока Леху ждем. Выпуск реально плотный, я считаю, что стол Ари отбили еще на истории со стиралкой. Сто процентов. Фух, да, блин, вы бы прошлый видели. Дарик, открой телеграмм. Мне кто-то нюцы скинул. Сейчас. Это твои нюцы скинули. Ну, давайте. Мне, прикинь, обратно приходят. Я не понимаю, я себя впервые за все время Лехой сейчас почувствовал, я понял, что он чувствует, когда новость надо обсуждать, а все какой-то хуйней занимаются. Как мы обсудим новость? Ну, давай, шути, блядь. Мне прислали, мне прислали, мне новость прислали. Сам, нахуй, шути, блядь. Иди шути, нахуй. Да мне новость прислали. Вы интеграции, блядь, записали. Мы засрали интеграции со своим авиасейлским. Сука, дай мне воду, я оболью его на мебу, блядь. Вам деньги за что нахуй платят? Дай мне воду, блядь, пожалуйста. Я тебе сейчас прысну, нахуй. Прысну. Мне всегда, когда мы арендуем какое-то место и проводим какое-то шоу вроде этого, мне всегда, ну, неловко перед людьми, у которых мы арендуем место, потому что они это видят первый раз. И тут просто какие-то подростки матерятся, а люди радуются. Ждут звонка от чувака. Ждут звонка от чувака еще одного подростка, чтобы с ним материться вместе. Не новость прислали, но мне формулировка, типа, не нравится, но это вообще прикольная новость. Подожди, можно вопрос, можно я уточню? Я правильно понимаю, что тебе человек из зала сейчас в Телеграме новость прислал? Да. Откуда все люди знают твой Телеграм? Это что за саспенс был странный сейчас? После рекламы мы узнаем, кто прислал. Откуда люди знают твой Телеграм? Ну как это? Все знают. Все знают твой Телеграм? Шписер. Гарик Тель-Авив. Так. У меня реально Гарик Тель-Авив. У тебя никнейм в Телеграме Гарик Тель-Авив. Да, потому что мне в Тель-Авиве показали на рейф-вечеринке, что можно вот так... Какая... Нахуй я это рассказывал? Почему я сказал рейф-вечеринка, блядь? Короче, 12 июня в МСК, Москва для тебя забыл уже, наверное, на Пушкинской открывают новый Макдоналдс. Знаешь, новый Макдоналдс. Если верить прессе, с тем же меню, но с другим названием владельцем. И вот в новости как написано. Думаю, это будет очень богатый на мемы день. Хорошая... Я слышал, что он назовется МС. Вы слышали такое? А можешь еще раз прочитать? Я пока ты говорил, думал про Тель-Авив. Хорошо. Я считаю вам... Я встану, чтобы немного это вернуть в жизнь, в шоу. Я считаю так, что... Я считаю так, что им нужно и меню тоже переделать, потому что это все не патриотично. Бургеры, какая-то картофель фри... Я считаю, что патриотичное должно быть меню. Теперь подорожник, например, вместо бургеров. Или кора березы должна быть, чтобы ты брал ее вот так вот. Вот так нюхал и сок березовый. Вот так вот. И еще должен быть мох. Ты должен там... Я тяну время, как могу. Мох там должен быть, чтобы ты мох... Миниатюру про Комиссаренко. Давай. У нас с Саньком есть миниатюра. Хотите, покажем миниатюру? Давай. Итак, представьте. Слава Комиссаренко забыл упомянуть Александра Долгополова в очередном интервью Дудя. Можете мне показывать. Ну ты все, весь заезд испортила, драк. У нас дальше нет ничего. Я там должен был Долгополова играть. Это вообще смешно было бы. Парни, давайте, включайтесь, включайтесь, давайте. Нам еще интеграции записывать 5000 штук. А что там с Лехой, кстати, пацаны? Готов. А, серьезно? Бля. А мы не могли сказать. Я на самом деле... Он был готов еще 40 минут назад. Да, я прочитал, что готов. Я просто, ну, решил досмотреть все. Это знаете как? Вот в России все так реально. Реально. А давай развернемся все. Он же на весь экран будет. Давай все развернемся. А я предлагаю вот так, как будто мы обиделись сидеть. Чтобы в спину нам... Нет, мы обидели... Итак, у нас на связи секретный гость, да? Плюс секретный гость. Кто же это будет? Давайте поаплодируем Алексея Квашонка и ваши аплодисменты. Посмотрите, как вам Лёш. Лёш. Привет, ребят, друзья. Привет, мои хорошие. Ребят, привет всем, кто пришел поддержать моих пацанов спустя столько времени. Спасибо, что помните их. Спасибо, что пришли. Лёха, ты реально... Ты там сидишь за этим стеклом огромным. Санек, отойди-ка лучше, пока я тебя как не врезал. Блин, Лёх, ты такой большой. Гар, погоди, погоди, не шевелись. Сейчас, сейчас, сейчас. Подними меня. Я реально представляю, как сейчас сидят владельцы этого места и такие, блядь, что за хуйня? Они реально этого ждали два часа, чтобы это произошло, господи. Они же реально оплатили аренду. Откуда у них деньги на эту хуйню? Давай, подними меня. Привет всем, меня два часа ждали. Лёш, как дела? Ладно, ребят, у меня на самом деле не очень много времени. Всем, кто хочет сфотографироваться, встречаемся вот за этой стеной. Отрубайте Лёху. Это был Лёша Квашонкин, спасибо, спасибо большое. Как вас зовут? Я Катя. Катя, давайте поаплодируем Катюке. Спасибо большое, Катя. Катя, ваша новость. Сейчас. Она выучит ее на язык. И офферным голосом начинает. Я не читаю с телефона, я вспоминаю. Короче, Россия отменила ограничения с ПЦР-тестом по слухопутной границе с Грузией. И почему-то массово с Владикавказа люди начали переходить через границу, но их не пускают, и они уходят назад. Давайте похлопаем, пожалуйста, еще раз. Спасибо, это женская версия Лёхи Квашонкина в Кожанке. А почему их не пускает, Катя? А, ладно, спасибо большое. Мне понравилось по совокупной границе, не по межконтинентальной границе. Совокупной? Совокупной, так говорят. Сухопутной. Сказали сухопутной, не совокупной. Я один услышал совокупной. Что такое совокупная граница? Извините, я и новость другую услышал. Так, по сухопутной границе. Комики устали на пятой минуте. Что такое совокупная? Эмпатия манучая. Я себе представил картинку, что это как, ну, в игре, типа, просто цепочка людей вот так вот идет с одной точки в другую бесконечно. Да, да. Да. Я, если честно, реально заебался уже. Просто на похуй. Ты правильно поняла, что мы умираем, у нас ничего не будет вставлено. Так, давайте попробуем хотя бы, давайте попытаемся. Подожди, подожди, последнюю новость, подожди, последнюю новость, и дай драк один. Нет, давай про ПЦР попробуем. Давай попробуем. Отменили ПЦР и теперь не пускают на Владикавказской границе сюда. Потому что у них есть ПЦР. Давайте, все, последняя новость, переходим. Я считаю, это нормально, там нарежутся хорошо. Мы из слов и драка, мы потом напишем смешную шутку и слов и драка составим ответ, смешной. Привет. Привет. Как тебя зовут? Кристина. Кристина. Все, читаю? Нет, я сейчас придумаю что-то. Авторы эссе «Как убить своего мужа» признали виновной в убийстве мужа. Присяжные вынесли вердикт 71-летней писательницы из Орегоны Нэнси Броффи. Ее признали виновной в убийстве 62-летнего супруга Дэна Броффи в 2018 году ради нескольких страховых выплат в размере полтора миллиона рублей. В суде Нэнси отрицала свою вину. А в книге она ответила, как убить мужа? Я не читала, я не знала. А что-то неподготовленное пришло. Извините, я один, я в стрессе. И это был Идрак Мерзелизаде. Давайте поаплодируем. Идрак разгонял последнюю новость. Идраку хватило всего лишь трех секунд, чтобы проявить сексизм. А что, не подготовилась? Так, ну что ж, это было все. Да подожди, ну реально, как мы это вставлять в видос будем? Смешная новость. Убить своего мужа написала и убила своего мужа. Гар, не лезь в мою новость, это моя новость. Я так и думал, пока не хватает мозгов для этого. Ну давайте к концу подходить уже, я предлагаю реально. Зачем? Только... Еще новость? А вы не видите, что мы не отвечаем ни хуя на новость? Смысл какой? Нам показывают уже, что надо заканчивать. Нам показывают, что надо заканчивать уже. Ну девушка стоит, ждет и Драк. Да, Кристин, в общем, я как считаю... Я как считаю... Вот Нэнси, как ее фамилия? Профиль. Профи. Нэнси профи. Так она же профи... Я вроде... Я хочу, чтобы меня отпустили. Все, давайте поаплодируем Кристине еще раз. Кристина, ты не зря шла, огромный крюк. Так, ну что, давайте подведем итоговый счет нашего... Хотелось бы поблагодарить всех, кто пришел на нашу шопшу. Для нас это реально важно. Мы очень ждали этого, собраться втроем. Мы, кстати, мы реально... Один из нас уезжает скоро, и мы не знаем, когда мы в следующий раз соберемся. Мы вообще херпами... Я думал, я должен сказать, что один из нас уезжает скоро, и мы не знаем, кто. Давайте заканчивать уже. Спасибо большое всем, что пришли. Давайте мы финальный счет итог подведем, и уже будем заканчивать. У нас было несколько новостей. Все были хорошими в итоге. И мы поздравляем вас с хорошей неделей. Есть. Спасибо большое. Спасибо большое, ребята. Поздравляем всех граждан Грузии с Днем Независимости. Всем пока. Спасибо, ребята. Вы лучшие. Пока. Сто лари. Ну вообще, подождите, давайте на секундочку я хотела спросить. Всем же все довольны, да? Ну и все. Если я увижу в Твиттере какую-то хуйню про нас.